Новое видео выходит каждый день в 20.00 Сегодня я бы хотел поговорить с вами о дальнейшей перспективе GTA Samp YouTube, о том, что тут будет, о том, что тут не будет и так далее, потому что для меня уже прямо сейчас прослеживается такая этакая, такая этакая, ну я думаю вы поняли, тенденция того, что же будет с ютуберами, что они будут делать и так далее и тому подобное. А дело в том, что некоторые ютуберы или даже стримеры, которых вы сейчас знаете, они ранее снимали видосы и набрали свою первую такую, знаете ли, массу аудитории именно с каких-то видеороликов и со всего прочего. Однако потом, видимо, поняли, что ролики для них монтировать это как-то сложно, как-то лень и всё такое, всё прочее и поэтому перешли на стримы и сейчас, в общем-то, делают как-то всё вот именно так на стримах. Хотел бы вам также напомнить, что уже более года назад, господи, как же это давно было, ушёл из GTA Samp сегмента Freight Day, ну типа, вот, да, чтобы вы понимали и потом он ушёл в какой-то такой, знаете, гангстерский вот этот вот ютуб, рассказывать про каких-то вот это вот гетто, блатца, крепс, вот это вот там, прочие какие-то вещи, вот, и всё такое. Однако, ну, ладно, ладно, я думаю, что вы меня понимаете. Адекватные люди из GTA Samp ютуба валят, остаются только какие-то неадекватные, какие-то авангардные личности, вот, по типу меня и по типу всех прочих людей. Дело в том, что многие GTA Samp ютуберы сейчас ленятся даже видеоролики снимать, им легче там постримить, поделать ещё какие-то вещи, да и всё, и чтобы как-то заработать какие-то деньги, да и всё. Типа, в Samp, казалось бы, уже всё переснимали, там, в общем, всё в этом самом GTA Samp ютубе. И, казалось бы, что сейчас снимать? Идеальная же тема, типа, уйти в стримы и делать всё прочее. И, вы знаете, я бы никогда не смог уйти в стримы, потому что я пытался что-то подобное сделать, там, знаете, когда с каналом как-то всё, с основным каналом всё как-то получилось хуёво, я пробовал стримить, пробовал делать. Безумно круто поначалу всё это делается, всё это даётся, ты общаешься с людьми, люди общаются с тобой. Очень хорошо, когда у тебя есть какая-то первоначальная аудитория, там, первые 5, первые 10 человек, 10 человек это прям вообще идеально. Если у вас первые 30 человек есть, то вы, считаете, уже более-менее можете, там, как-то двигаться куда-то и делать все какие-то вот прочие вещи. Однако, многие люди начинают сразу со стримов, и это вытекается в какое-то полнейшее говнище. Так вот, почему я решил вообще сделать такой видеоролик? На протяжении длительного количества времени Ангел Касада в последние, там, месяца, год, в последний год, возможно, говорил о том, что монтаж для него это что-то такое, знаете, неприятное, что-то рутинное и так далее. И то, что он хочет со временем перейти на стримы, он перешёл на сам порпе и перешёл на стримы, сейчас ролики у него выходят достаточно, ну, так, редко. Не то, чтобы вот как раньше, там, знаете, типа, вроде каждый день выходило, или вроде того, там, ролики выходили, были качественными, их всегда было приятно смотреть. Ты типа смотришь, такой, блин, классно, Вова Ангел Касада, спасибо за видеоролик, приятно посмотреть, приятно вообще поразмыслить, что там, где и как. Однако, вы знаете, то есть, вот, видно, видно, как постепенно стримы начинают немного так смещать вот эту сферу видеороликов всех, потому что, ну, в самом деле, если говорить объективно, то всё отснято. Всё, что можно было отснять, тут всё отснято, остались только какие-то разговорные форматы, или вообще зашкварная вещь, по типу, там, знаете, купил аккаунт за 3 рубля, ну, как-то изощряться, да. То есть, из каких-то старых форматов, из каких-то старых идей, из каких-то прочих вещей, там, делать чё-то такое, там, знаете ли, там, купил аккаунт за 3 рубля, там, чё будет, если поставить ограничитель скорости, там, на машине, там, чё будет, если будет минимальный кардскилл, там, у вас, да. Что будет, если не есть и так далее Купил бесконечный кардскил, купил Титан Вип на Аризон РП и так далее Ну, очевидно, какая-то деградация контента происходит Если раньше все это было, конечно, интереснее смотреть То сейчас многие люди выросли Дети, которые вот только сейчас рождаются, они уже требуют чего-то более интересного Потому что обычными летсплеями их уже не удивишь Возможно, каких-то новорожденных детей, которые до сих пор смотрят Барона Гейм Короноса То, типа, их можно этим удивить, да, каких-то вот прочих людей их не удивить Так вот, к чему я это все веду? Я это веду все к тому, что, как мне кажется, постепенно GTA-самп-ютуберы в скором времени Когда их там, допустим, сейчас, допустим, вот кого-то из них там смотрят и так далее Однако, вполне возможно, что в будущем многие переквалифицируются просто в стримеров Потому что, ну, даже у Делорензи сейчас достаточно часто проходят стримы Ну, и ролики у него также выходят достаточно часто Однако, вот, ну, как-то стримы Ну, вот, я не знаю, для меня стримы это всегда что-то такое, знаете ли, на один раз Вот ты зашел, постримил, там, собрал донатов и все Я не представляю, вот, как в целом можно заниматься стримами на фултайме То есть, лично мне кажется, что после себя, когда ты делаешь что-то на Ютубе Должно хоть что-то остаться, да, какие-то видеоролики, которые ты, типа, посмотришь и скажешь Да, классные ролики, типа, все классно Мне нравится, там, всем остальным нравится И казалось бы, что, ну, как-то вроде как все нормально Однако, вот, если ты делаешь какие-то стримы, то что останется-то по факту Я вот просто вот этого вот не понимаю Возможно, что некоторые люди не хотят, чтобы от них, там, что-то осталось Как, допустим, Мороз Шакур, да, увидели, там, Мороз Шакур какой-нибудь ролик и так далее Я видел у него какой-то ролик, вот там у него, знаете, на канале был Звук просто в каком-то, блядь, в левом ухе, там, или в правом ухе Да, в общем, в одном ухе звук, он там что-то говорит, что-то мямлит и так далее И вообще непонятно, что там, где, как происходит и зачем это все вообще нужно Мой прогноз на сам контент, либо все нахуй идут, либо все станут делать какую-то полнейшую хуйню для конченых долбоебов, как это происходит сейчас Либо, там, кто-то уйдет в стримы, да, кто-то просто уйдет, кто-то уйдет в стримы, возможно А лично я вам так хочу сказать, что я выпущу тысячу роликов Буду выпускать их каждый день на протяжении, там, знаете, сколько, получается, у меня выйдет на тысячу роликов Там нескольких лет, да, вот Я посмотрю на результат, посмотрю на то, что там будет И уже дальше будем решать Возможно, что я сейчас говорю про вот эти вот самые стримы А по факту потом сам их буду делать с каким-то превеликим удовольствием Буду наслаждаться тем вообще, что я делаю и как я все это делаю Будущее сам контент-то не особо радужное Я уже делал ролик о том, что То, что в GTA-самп-сегменте каких-то новых людей не будет Что он только вот сейчас все хуже и хуже становится Заходят, вы знаете, какие-то Малфои, какие-то прочие хуесосы Которые просто делают какую-то полнейшую хуйню, блядь Ну, кому это может нравиться? Я просто мне вот это вот лично непонятно Кому эта хуйня может нравиться? Вот эти вот все Малфои Вот Малфои относительно недавно зашел И что в нем такого? Ну, я не знаю Однако, типа, я скорее просто уйду из GTA-самп-ютуба Чем уйду в какие-то стримы стримить GTA-самп-это одно из самых неблагодарных занятий Только если ты там, как-то, знаете, не фанишься И не делаешь что-то прочее А прошлым летом, или даже этим летом Я стримил на Nubrp Было очень весело, было очень интересно Мне выдали админку Я там делал какие-то челленджи с людьми с твича Сейчас на стримы я абсолютно точно забил Положил хуй и так далее Потому что, ну, для меня стримы не представляют Какого-то особого интереса Как, допустим, те же видеоролики Я кайфую от процесса монтажа Я кайфую от процесса озвучки Мне единственное, что не нравится Во всем вот этом вот составлении видеоролика Это делание превью То есть вот эта вот вся идея превью Ее реализация Это просто пиздец При этом нету нормальных дизайнеров Которые бы дизайнили нормальное превью Типа, которым ты бы мог довериться Там просто скидывать тз И они бы все это делали Конечно же, есть дизайнеры, которые мне симпатизируют Но они делают превью для людей Из большого ютуба И как бы, ну, под мои критерии Они не особо подходят Да и плюс под мой бюджет Они не особо подходят Я не готов платить там за превью Ну, в общем, не важно Не важно Как, че и где Но я думаю, что вы меня В данном случае поняли Или хотя бы понимаете Более-менее Я вообще не думал, что ролик выйдет Таким, каким-то скучным Каким-то душным и так далее Я вообще думал, что я просто расскажу о том Что я вообще думаю По поводу всего вот этого вот Контента нынешнего и будущего На GTA Samp YouTube А получилось вот какая-то опять Болтовня на 10 плюс минут Для того, чтобы вставить рекламу Ну, как так происходит Я не понимаю Возможно, в будущем Я как-то более конкретнее предскажу То, что будет с GTA Samp сегментом С какими-то ютуберами и так далее Одно я могу сказать точно От Долорензи рано или поздно Я надеюсь Уйдет в музыку Удалив попутно все свои вот эти вот Бездарнейшие видеоролики И будет загружать на свой канал Какие-то вот эти вот все клипы И все Всю прочую хуйню там Которая только Может быть У всяких GTA Samp YouTube У всех прочих людей в музыке Он абсолютный ноль Поэтому у него там ничего не получится И он умрет в нищете И не то, чтобы я хотел, чтобы Долорензи умер в нищете Скорее, чтобы он вернулся на То положение дел Которое у него было раньше Чтобы он просто был таким, знаете Локальным Самповским дизайнером Ай В общем-то Я думаю, что На этом уже и все Всем спасибо за просмотр данного видеоролика Долорензи дико тупой Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok